Продолжение следует... Работать из дома и после победы на пандемии. Самоизоляция сделала нас еще более зависимыми от цифрового мира. Непрерывное предоставление государственных услуг онлайн приобрело чрезвычайную важность. Именно поэтому обеспечение безопасности граждан в цифровом пространстве – наш приоритет. За последние десятилетия наша зависимость от цифровых технологий только возросла по мере того, как частные и государственные операторы все активнее применяли такие технологии для повышения эффективности своей работы. Развитие интернета привело к открытости и взаимосвязанности, тем самым умножая преимущества от использования цифровых технологий. Однако эти же самые технологии сделали общество уязвимым перед угрозами нового типа. Злоумышленники становятся все более изобретательными. Геополитические разногласия распространяются на цифровую среду, тем самым внося страны в список возможных источников угроз для цифровой безопасности. Эксперты по безопасности снова и снова выявляют сложные предоносные программы, разработанные специально для выведения из строя критического функционала и нанесения физического ущерба отраслям и инфраструктуре. По данным ОСР, эти угрозы вынуждают правительство принимать политические меры, которые укрепляют цифровую безопасность критических видов деятельности, при этом не сводя на нет плюсы цифровой трансформации в критических секторах, которые стали бы налагать ненужные ограничения на использование цифровых технологий и их открытость. Общенациональный план действий, разработанный правительством, нацеленный на поддержку восстановления российской экономики после кризиса, основывается на усиливающейся цифровизации экономики и правительства. Мы радикально увеличим количество предоставляемых электронных государственных услуг и создадим принципиально новые системы поддержки цифрового бизнеса. В этих условиях одним из важнейших направлений является защита киберпространства. Этой весной мы наблюдали рост активности киберпреступников. Более 90% успешных атак проводятся с использованием методов социальной инженерии. Мошенники атакуют нас фишинговыми письмами и используют технологии подмены номера, стремясь застегнуть граждан врасплох. В сотрудничестве с российскими компаниями в сфере безопасности информационных технологий правительство проводит работу по информированию населения о киберрисках и киберукрозах. Благодаря объединению усилий с многими проблемами нам удалось справиться. Однако множество вопросов все еще требуют нашего внимания. Еще одним вызовом современности, актуальным для всех экономик мира, является кража конфиденциальных данных. В этой связи мы уделяем особое внимание совершенствованию защиты данных. В России разработана единая общенациональная система для выявления и предотвращения кибератак, совместно с государственными органами и информационными системами, связанными с этой системой. Мы внедрили строгие протоколы, чтобы защитить каналы подключения школ и других социальных учреждений к интернет-сети. Создаются безопасные сетевые среды для подключения образовательных, здравоохранительных учреждений и органов соцзащиты. Все мировое сообщество должно объединиться, чтобы предотвратить глобальную пандемию кибермошенничества. Стимулирование международного сотрудничества является областью приложения наших общих усилий по обеспечению цифровой безопасности и совместному реагированию на киберпреступность. Россия сегодня один из лидеров технологического прогресса. Наши решения в сфере цифровой безопасности успешно представлены на зарубежных рынках. Правительство выдает гранты для того, чтобы поддержать разработку и платирование таких перспективных технологий, как квантовая криптография. Мы понимаем важность международного обмена опытом и знаниями и готовы делиться своими наработками с нашими партнерами. Открытый и равноправный диалог необходим для обеспечения безопасности нашего общего будущего, и мы готовы к сотрудничеству. В связи с этим я рад, что на сегодняшнем мероприятии присутствуют руководители таких крупных международных организаций, как Сибирноэкономический форум и Интерпол, а также первые лица глобальных корпораций из самых разных отраслей и стран. Организация этого тренинга – это еще один шаг к созданию доверительной цифровой среды и развитию открытого диалога даже по самым сложным вопросам кибербезопасности. Я желаю успехов всем участникам тренинга «Киберполигон» и благодарю вас за продуктивную работу. Сегодня вы все вносите свой вклад в создание более безопасного цифрового мира и более благополучного будущего для всех нас.